Итак, всем привет! Сегодня я расскажу о своём черно-белом пресете. Раньше у меня их было несколько, но все они со временем следились в один единственный основной пресет. Если фотография у нас изначально хорошая, в ней хороший ровный свет, есть небольшой контраст, но нет переконтрастов, то пресет ложится сразу хорошо и ровно. То есть практически нечего добавлять. Но если есть желание, можно вот здесь более тонкую такую работу сделать. Здесь мы сделали то, что нам нужно приблизительно, а вот здесь уже более тонко всё это подстраиваем. В случае же, когда у нас есть контраст, но яркие части недостаточно яркие, пресет может лечь вот так вот. Здесь нет ничего страшного, просто на место возвращаем бегунок и всё становится нормальным. Бегунок теней, вот этот вот второй, он нам позволяет либо что-то спрятать в тень посильнее, либо наоборот достать детали из теней. То есть когда он сильно уведён вправо, у нас начинают из теней появляться какие-то силуэты, которых до этого не было видно. Благодаря этому фон у нас перестаёт быть абсолютно чёрной ровной заливкой, а в нём появляются какие-то абстрактные вещи. Что делает фотографию немного поинтереснее. Также мы можем более тонкую доработку сделать вот здесь вот. Другой пример, когда фотография у нас слишком блеклая, то есть есть что-то интересное, но слишком слабый контраст и нет никаких ни акцентов, ни ярких таких моментов. Пресет ляжет тоже довольно пресно, но его легко можно усилить. Когда речь идет о чёрно-белой фотографии, можно довольно смело двигать бегунок контраста и довольно сильно двигать бегунок клирити, намного сильнее, чем это можно делать в цветных фотографиях. Цветную фотографию он бы уже поспортил, тут бы было что-то ужасное, а в чёрно-белой довольно интересно получается. Ещё немножко усилить центральное пятно, можно вот этими двумя бегунками. Немножко усилить тени вот этим бегунком и придать мягкости всей фотографии. Очень часто даже просто смещение дудого бегунка вправо делает фотографию немножко как-то подороже, поинтереснее. Если мы будем менять температуру, фотография будет интересным образом изменяться, то есть с ней будет происходить... Для меня пока сложно предсказуемые вещи, но... Вот так вот. Но часто получается результат довольно интересный, допустим, вот здесь вот. Если двигать вправо-влево экспозицию, будет просто становиться ярче или светлее, а здесь всё, здесь немножечко по-другому всё это происходит, интереснее. Также на чёрно-белую фотографию можно влиять вот этими бегунками. Так как мы температуру сейчас увеличили сильно вправо, в сторону жёлтых-оранжевых оттенков, то изменяя вот эти бегунки, фотография тоже будет немножечко меняться, но уже как-то более... Более детально, более так выборочно, не так общей, как она меняется, когда мы шевелим температуру вот здесь вот. И также можно на фотографии повлиять вот этими бегунками. То есть они тоже будут... Они тоже будут влиять на нашу чёрно-белую фотографию, но это уже больше, когда вам хочется поковыряться, когда у вас есть время и попытаться доработать, либо придумать какой-то новый пресет на базе этого. Что в этом пресете? Одна из ключевых моментов, это также РГБ-кривая, но в отличие от моего основного пресета, здесь принципиально важно, чтобы все точки были на абсолютно одинаковых позициях. То есть мы меняем каналы, а они вообще не изменяются. Все одинаковые. Если хоть одна точка будет немножечко отличаться от точек в других каналах, то у нас сразу начнут вылазить какие-то оттенки. То есть эта точка от меня отличается, и сразу полезли неприятные оттенки. И на мой взгляд, на чёрно-белой фотографии не должно быть никаких оттенков. Для любителей тонировки также чёрно-белую фотографию можно придать какой-то оттенок вот здесь вот. Не знаю, насколько это хорошо, я никогда такого не делаю. Резкость здесь добавлена аккуратно с применением маски, и также здесь прописана небольшая борьба с шумами. То есть шум также добавляется общим моим фотошоповским пресетом ко всем фотографиям, когда уже всё готово. Так как я снимаю почти всегда на максимально открытой диафрагме, то у меня всегда есть лёгкое винетирование. Если я снимаю в тёмном интерьере, я не делаю коррекцию объектива, потому что это винетирование здесь в тему. Если бы это был светлый интерьер, и чёрно-белая фотография была бы в светлом интерьере, то я обязательно бы убрал винетирование, чтобы по краям всё тоже было ровненько у нас. Так как это 85 мм, то о каких-то искажениях тут речь не идёт, что с применением, что без применения. Искажений особых нет. Иногда даже наоборот усиливаю винетку вот здесь вот, по искусственному. Ну и никаких шумов здесь не добавляя шум, добавляется только в фотошопе тем пресетом, который я описывал. То есть если фотография у нас сразу хорошая, ровная, с нормальным здоровым контрастом, то пресет ложится без каких-либо дорабатываний. Если пресет у нас лёг так, что фотография исчезла, то ничего страшного. Возвращаем бегунок на место, и всё у нас становится хорошо, и можно немножечко её доработать там уже по вкусу. Ну и если фотография изначально была тухлая, слабо контрастная, то пресет её не сильно спасёт. Здесь нужно также дорабатывать, не боясь смело двигать контраст, не боясь смело двигать клирити в чёрно-белой фотографии, это всё неплохо двигается. Плюс если поискать, поиграть с температурой, то фотография таким интересным способом у нас тоже меняется. Ну и всегда, когда если мы начали уж бороться за контраст, то доделывать его вот здесь вот. Тут можно довольно тонко всё это настроить. Самый простой способ это вот эти два бегунка. Один вправо, один влево, фотография стала ощутимо контрастнее. Нижний бегунок нам позволяет немножечко смягчить всю фотографию, а верхний, либо где-то там ещё какие-то акценты появятся, либо сделать её по площади. Ну, чаще всего и верхний тоже двигаю сюда. То есть всего несколько движений, и из такой вялой фотографии она стала вот такой вот интересной и, по-моему, красивой. Ну и также поверх этого всё вложится мой основной пресет в фотошопе. Накладывается шум, увеличивается микро-контраст, и получается вообще, на мой взгляд, неплохо. Надеюсь, это было полезно. Если есть предложение, на какую тему сделать видео, если есть какие-то вопросы или сложности фотографии, пишите в комментариях или пишите в личку. Если смогу чем помочь, обязательно сниму видео, может быть, будет полезно. Всем спасибо, до следующего видео.